Левит 15, стих 19 Если женщина имеет истечение крови, текущее из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто. И все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякий, кто... Всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. И вот первое. Женщина во время месячных нечиста. Почему? Потому что святость крови. И если есть истечение крови, подобно этому, это похоже на болезнь. Вот иногда, когда женщина больна, то происходит кровотечение. И вы не знаете, будет ли с ней все в порядке, если только кровотечение не остановится. Итак, поскольку фарисеи так озабочены чистым, нечистым, посмотрите, посмотрите, там была женщина, которая не останавливалась кровотечение, она была больна, а она его цицит коснулась. Или Иисус, например, касается прокаженного. То есть Иисус делает нечистого чистым. Не удивительно ли это? Но вы видите женщину во время своего нормального, нормальных физиологических выделений, и это делает ее нечистой. Поэтому то, к чему она прикасается, это нечистая. И какая же плата за это? Наказание. Не ходить в храм. Но тут есть выбор. Вы можете позволить женщине избегать касаться всего, чего она касается. И вы можете пойти в храм. Или вообще можете не заботиться. А можете просто принять ванную. То есть это не такая большая проблема, как из нее сделали. Но вот почему в еврейской традиции для мужа и жены разная кровать? Кто знает эту традицию? На Украине есть такая традиция? Ну, наверное, среди ортодоксальных евреев есть. В Америке, где я вырос, даже нерелигиозные евреи делают это. Я был маленьким мальчиком. Мои родители спали на разных кроватях. В той же комнате, но на разных кроватях. Мои дяди и тети, которые не евреи, спали в одной кровати. Когда мне было 4-5 лет, я спросил, мама, почему вы с мамой спите на разных кроватях, а дядя Вал и тетя Эстер спят в одной? И я подумал, возможно, потому что денег у нас больше. Больше. Есть деньги на две кровати. Но я не был уверен, что причина в этом. Но я думал, что в этом причина, потому что у нас действительно было больше денег. Но, моя мама сказала, потому что так здоровей. Я не знал, что она имеет в виду. Потому что с еврейством связано не имели. Две кровати, я пока не вырос, не понял. А, вот что оно значило. Видите? Ну и что? Мои родители, что, они не соприкасались в это время? Здесь, в ортодоксальном иудаизме, построены ограды вокруг законы, и вам даже не позволяется прикасаться к женщине, если она, если вы мужчина, потому что вы можете стать нечистыми, и вы не знаете. у ортодоксальных евреев вы должны стараться сохранить чистоту, насколько можете. Вам нужно понять, что великая часть ортодоксального иудаизма пытается охранить ритуальную чистоту, насколько может, даже невзирая на то, что нет храма. И в Библии ритуальная чистота вы должны были быть ритуально чистыми, когда вы шли в храм. То есть, это было ограничено. То есть, была заповедь иметь сексуальное взаимоотношение. То есть, фактически, была заповедь, чтобы вы сами себя делали нечистым. Хорошо. Месячные — это нормально. Они закончились. И если период месячный в течение семи дней продолжались, большинство толкователей Библии думают вот так. что женщина потом проходила микву и считалась чистой. Но ортодоксальные евреи говорят, потому что в тексте сказано, что если месячные больше семи дней, что является ненормальным, то что что-то является ненормальным, и это связано с болезнью. как только они прекращаются, что она должна считать еще семь дней, и если в течение этого времени не будет кровотечения, потом она принимает микву и считается чистой. И ортодоксальные евреи говорят, что это означает для нормального периода еще вы должны добавить одну неделю. Поэтому в ортодоксальном иудаизме две недели вы можете заниматься сексом, две недели нет. Вот в течение месяца. Это очень помогает, чтобы родить побольше детей. То есть у женщин самая высокая возможность способность к зачатию через неделю после окончания месячных. и у нее через неделю после окончания месячных пик сексуального желания. Поэтому это является, ну, как сказать, способствует тому, чтобы рождать побольше детей, иметь большую семью. Вы можете читать текст и сами избирать, как вам его истолковывать. вот нечто выплывает из текста, которое чрезвычайно важным становится в вопросе того, чтобы быть нечистоты в течение одного дня. 24 стих. Это может произойти. 24 стих. Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет семь дней. И всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Он будет нечист семь дней. Почему? Потому что прямое прикосновение к ее крови, что связано со святостью и возможной болезнью. и получится, что он нечист будет семь дней. Но это имеется в виду непреднамеренное прикосновение. Иногда это происходит, если пара занимается сексом, и у женщины в этот момент начинаются месячные. Вот здесь об этом говорится. потом даже еще о чем-то посерьезнее говорится. в Субтитры сделал DimaTorzok Если мужчина преднамеренно во время месячных с женщиной вступает в сексуальные взаимоотношения, то есть он намеренно вступает в сексуальные отношения во время месячных. Написано, что да будет он истреблен из народа своего. И это намного более серьезный вопрос. В любом случае, вот о чем я хочу сказать. Вопрос в том, что если к женщину преднамеренно вступить в сексуальные взаимоотношения, то есть когда муж вступает насильственно с женой во время месячных в сексуальные взаимоотношения, он переступает вот этот закон о чистоте и нечистоте, и он попирает закон о святости крови. То есть секс во время месячных, я верю, что это для всех является неправильным. Нида. Вот эти все вещи, которые я считаю, называются законы Нида в Талмуде. Вопросы есть? Говори. Значит, первый вопрос. То есть если человек, например, прикоспособ чьи-то, он стал нечистым, и это не греет. Но если он не обнулся и не очистился, и таким образом, как он не послушался поведения, то становится он виновным в огрехе. Хорошо. Вопрос таков. Если человек прикоснулся к нечистому, но по закону не омылся, то есть остался нечистым, становится ли он виновным в грехе? Потому что он не послушался закона об омовении. The question is, if, for example, a person was touched something unclean, and was not obedient to the law to wash his body, to cleanse himself, does he become guilty for, and does he made commit the sin of an obedience for the law? Да. В тексте говорится, что если такой человек пойдет в храм в состоянии ритуальной нечистоты, то да будет отсечен он от народа своего. И законы о чистоте и нечистоте это не всегда вершина моральных законов. И во время периода храма поддержание ритуальной чистоты, законов о ритуальной чистоте в храме были очень важны, если кто-то приходил в храм нечистый. Я говорю, что если человек, нельзя же было так священникам просто и легко определить, что человек приходит в храм, может, он просто не помылся, но это же не видно, правильно? То есть священники этого определить не могли. Но Дэн говорит, что Бог это знал. Валера has a question. В свете применения традиций в новозаветной церкви, у старых пятидесятников есть такая традиция, что женщина во время месячных не может ходить в церковь. Это правильная традиция или неправильная? И второе. Извините, я переключился на английский автоматически. То есть правильно это или неправильно, и также правило, что женщины сидят отдельно от мужчин. In our traditional Pentecostal church, there is such a tradition, old Pentecostal, because there is more traditional, there is less traditional church. More traditional is more strict. So in the strict Pentecostal church, there is tradition that women, when they have their monthly period, they cannot visit the church. And also there is tradition that men and women are sitting separately from different sides. What do you think? It's right or wrong? Well, the idea here is to say, that the church is like the temple. Ну, идея здесь такова, что церковь как храм. И когда мы применяем законы о чистом и нечистом для церкви, но я не вижу никаких оснований в новозаветной церкви применять это. То есть, если бы нужно было это в новом завете применять, то точно там на это бы как-то было указано. Потому что есть масса вопросов. Вы, например, смотрите в Деяние 15 главу, и там видите в Совет Павла, то есть, мы видим там указаний, не видим указаний, что женщина не может быть в собрании во время... То есть, в ранней церкви такой традиции, что женщина не могла быть во время месячных... Вы знаете, есть в Румынии православная группа, православная церковь в Румынии, группа православных верующих, которые животных в жертву приносят. Интересные вещи. Ваше личное мнение, почему в Ветхом и особенно в Новом Завете Бог так подчеркивает святость крови? Как подчеркивает? Traits? Underlines. Your own opinion. Why? In the Old Testament especially, and also in the New Testament, God so underlines the holiness of blood. Вот что я лично думаю об этом, что с кровью в Писании всегда связывается жизнь. And the ancients consider blood to actually be so from God. Ancients. The ancients consider blood to be from God in a special way. The ancients consider blood to be from God. Ага. Древние цивилизации, они считали, что кровь, она от Бога. So they would sometimes call the blood the life of God. So they would sometimes call the blood, the life of God. And the blood was considered, therefore, it has special power. И в крови считали, есть особая сила. So it is very close to the meaning of God's holiness. И это очень связано со значением Божьей святости. You see this in Leviticus 17.11. Мы можем увидеть это в 17 главе Левит 11 стихе. Левит 17.11. Где запрещено есть кровь в 17 главе. И здесь говорится о том, что такой человек будет истреблен. Написано, я дал кровь вам для искупления. Если кто из дома Израильева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа, тело в крови. И я назначил вам ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши. И я думаю, что святость крови, она актуальна даже сегодня. Если кто из сынов Израильевых или из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею. Хорошо? Дэн, can I tell you something? Мой папа bought the book about gardening 150 лет ago. Old. Old book. И там написано, что лучшая вещь для того, чтобы сделать землю более продуктивной, чтобы распределить кровь. Для того, чтобы распределить кровь. Для того, чтобы распределить кровь. Давайте перейдем к 13 главе. Здесь говорится о проказе. То есть проказа в Библии, она не всегда означает проказу. Есть множество различных заболеваний кожи. А, возможно, они заразные. То есть человека нужно было изолировать. Нужно было подождать, пока исчезнут проявления. Болезни. Священник должен был посмотреть и вынести решение, заразна она или нет. Если человек выздоровел, то он приносил жертву и становился чистым. И об этих болезнях здесь подробное описание. Эти болезни делали человека церемониально нечистым. И здесь также вопрос здоровья рассматривается. И следуя этим правилам, вы ограничивали передачу болезней, распространение их. И здесь, в 47-м стихе, милдю, это грибковое заболевание. В 47-м стихе говорится о грибковом заболевании на одежде. О плесени на болезни. Но здесь говорится язва. Четырнадцатая глава книги Левита, 33-й стихе говорится, «И сказал Господь, 33-й стихе говорится о грибковом заболевании на одежде. И я поставил распространение милдю в дом, в 34-й стихе говорится о грибковом заболевании на одежде. А, когда войдете в землю ханаанскую, которую я дам вам во владение, я наведу язву, проказы на домы в земле владения вашего». Вы хотите сохранить дом. И вы пытаетесь сохранить одежду. Как вы это делаете? Вы обрезаете пораженную область, и это относится к болезни так же, как к дому. Затем вы ждете и смотрите, наблюдаете. Вернулась ли плесень или нет? Если плесень вернулась, в дом вы снова очищаете, точно так с одеждой. Но если это снова возвращается, то дом нужно разрушить. Здесь две очень интересные вещи. И появление плесени, это показывает о том, что дом становится нечистым, и вы становитесь нечистыми. Но плесень, она приводит к заболеванию людей. То есть здесь просто говорится с точки зрения здравоохранения. То есть здесь рассматриваются вопросы здоровья, и вопросы святости крови, вопросы сексуальности. Вопросы есть? Значит, с точки зрения Тора, какие вопросы предохранения контрацепции в браке допустимы Господом? В смысле Тора, какие способности контрацепции в Тора? А как вы думаете? Nothing. No any. No. None. None. Никакой контрацепции в Торе. You say. No, I mean, what you want to know, what he said. Ну, что вы думаете? One person said none. One. One. One person. А еще какие мнения? Не, подожди, в Торе, в Торе, в Торе. Что там написано? Что ты прочитала там в Ветхом Завете? Ничего не. Other people didn't found anything about that in Torah. I know I know one way of contraception. Yes, but that doesn't happen. Really? Me? No, no, no. No, I mean another way. Do not have sexual relationship. Right, but that's not allowed. I don't know what you're talking about. I'm talking about it. I'm talking about it. one way of contraception. We call that an augustinian marriage. What, what? Augustinian marriage. I'm talking about it. один путь предохранения, это не иметь сексуальных отношений, а он говорит, мы называем это августинским браком. Okay. All right. Pardon? Католики думают, что есть естественный закон, что не нужно, католики считают, не нужно делать чего-то, что вмешивается в естественные природные законы, поэтому любая контрацепция, они считают, она противоестественна, противозаконна, то есть они считают, что вы можете использовать физиологический метод. Что они имеют в виду? С женщиной можно заниматься сексом в то время, когда она способна зачинать у нее ниже всего. значение этого. Нам нужно измерять температуру. Pardon? Короче, вы как бы измеряете температуру там и у нее, и, короче, делаете всякие исследования, чтобы убедиться, что она не в состоянии зачать в это время. и затем потом вы это самое можете иметь сексуальное отношение. То есть, понимаете, вот в этом методе, в физиологическом методе, когда там женщине замеряют температуру, исследуют все, и обнаруживают, что сейчас, судя по всему, у нее, ну, овуляция не произошла. Вот. Но в это время у женщины и желание сексом заниматься ниже всего. И католики говорят, а что же в этом естественном? Что в этом естественного? Ну, тем не менее, католики сами этот закон и придумали. Мой взгляд на контрацепцию вы не можете пользоваться методами предохранения, которые вызывают выкидыш ребенка, убивают зачатое. и это может быть true of an intrauterine device. An intra? A uterine device. Spiral, you mean? It's something you put inside the woman that prevents it. So you think it kills the... It may kill a fertilized day. То есть внутриматочные средства типа спирали, они убивают оплодотворенную яйцеклетку и не дают прикрепиться к стенке матки. Вот это является убийством плода. Но я думаю, другие методы. Вы знаете, вы должны вводиться в этом святым духом. Я знаю, одна семья была у нас в общине. Они вообще не верили в контрацепцию и они считали, что Бог будет определять их семью. После того, как они в течение семи лет... Они... После того, как в течение семи лет они родили шестерых детей, они поняли, насколько Бог хорошо работает в этой области. Короче, нужно молиться. и спрашивать у Бога, что Он хочет для вас. Но в Торе об этом практически ничего не говорится. В Левитах, в Левите в 18 главе мы уже прошли через вопрос крови, и потом 17 главу, где говорится о святости крови, чтобы ее не есть и о ее святости. Затем Господь говорит в 18 главе «Объявися нам Израилем и скажи «Я, Господь Бог ваш». По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. По делам земли хананской, в которую я введу вас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. «Я, Господь, Бог ваш». Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. «Я, Господь». Дальше список запрещенных сексуальных взаимоотношений. И еврейская община и церковь сделала это своими стандартами. Иврит, ну, в частности, мой перевод, не говорит прямо «Не имей секса, ни сексуальных взаимоотношений с». Иврит говорит, «Не открывай ноготы». Важно. В современном мире мысль вот такова. «Не открывай, но сексуальные отношения. И что «Унковь» это эвфемизм, я не могу сказать, эвфемизм, эвфемизм, эвфемизм сексуальных отношений. То есть, синоним, идиома. Эвфемизм. Но я определение не знал точного определения. Значит, вот это слово, когда говорят вместо «Не занимайся сексом», говорят «Не открывай ноготы», вот Юра объяснил, что это эвфемизм в определении заменяют более выражение такое, ну, грубоватое заменяют более таким обтекаемым. И я могу сказать «Да» и «Нет» вот на это. Потому что в древнем мире если ты открывал ноготу, это означало, что хотят заниматься сексом. Это очень важно. в Эдамском саду Бог возложил одежды на человека кожаные. Поэтому это вопрос морали носить одежду. Да. и брак он предназначен, секс предназначен для брака. Вы изучили всю Библию и вы можете обнаружить, что есть библейский стандарт не снимать одежду, кроме как для супруги. Я имею в виду во взаимоотношениях между полами. Или для абсолютно необходимого медицинской необходимости. Например, для спасения жизни. Ну, как бы наблюдает за этим вопросом. в классическом обществе для мужчины и женщины быть наедине это буквально было то же самое, что заниматься сексом. Вот. Никто не знает, что происходило, когда люди были наедине. Что? Развязанность современного общества такова, что в классическом обществе такого даже представить себе не могли. What about Россия она вообще... Давайте в 20 главу Левита. 18 стих Левита. Я еще раз вот о месячных нашел. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. How people could found that they made it? How people made it alone? Yeah, you don't know. Maybe it got known. Yeah. And maybe this is just something God will have to take care of. I спросил, ну как же можно определить, что муж с женой занимался сексом во время месячных, если они это делали наедине? А Дэн говорит, ну Бог знал, то есть Бог мог позаботиться об этом, чтобы это стало известным. А, высока вероятность была заболевания раком в таких случаях. Давайте вернемся в 18 главу. мы видим в 6 стихе основное правило. Никто никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. И то есть тут длинный список кого тут не открывать. Там тети, дяди, матери с дочерью и так далее. Невесток, своячениц и так далее. То есть речь не только о что в браке такого нельзя делать. То есть тут есть целый список людей, чьи наготу вы открывать не могли. Это очень важно. Затем и я хотел бы, чтобы это было мы повторили. Между прочим, в Библии, скептики часто спрашивают нас об этом. Где дети Адама и Евы супругов брали себе? Они вступали в брак с братьями и сестрами. И тогда это не определялось как кровосмешение. позже в человеческой расе появилось правило. И мы знаем из генетики, что брак с близкими родственниками это плохая идея. поэтому здесь очень четкие применения есть. И все должны прочитать домашнее задание прочитать 18 главу Левита. Хорошо, давайте 24 стих здесь прочитаем. Не оскверняйте себя ни в чем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Если Бог наказывает народы за это, то есть доказательство, что это закон универсальный, вселенский. вопрос rose up. Это написано о Хамос, сына Ноя, что он открыл на ненависть его father. То есть это означает, что он был сексуальный интеркорс с его father? Это возможно. Ну, возможно. Многие ученые верят, что у Хама были гомосексуальные отношения с отцом. Но в любом случае он не почтил отца. А его братья уважали отца. Ну, вот так вот. Возможно. Возможно.